Доброе утро, дорогие телезрители! Вы смотрите Завтрак в городе Че, и с вами я, Олеся Стародуб. Сегодня приготовим необычную яичницу с сыром. Сыр сегодня у нас в виде косички копченой. Его еще называют чечил, это нити. Соленый, копченый, вкусный, тот, который любят все. Это замечательная закуска к пенному. Замечательный, в принципе, продукт, но я думаю, что омлет или яичницу с таким сыром вы еще не готовили. Для начала я разогрею сковородку. Мне нужна горячая сковородка и, собственно, сыр. Вы можете, кстати, использовать не только копченый, можете использовать обычный белый сыр. Мы расплетаем косу аккуратно, стараемся расправить наши ниточки и будем выкладывать сейчас на сковороду. Сформируем такое небольшое гнездо. Сковородочка горячая, масла не добавляю. Вот примерно так. Возможно, пока мы будем перемешивать, наша форма немножечко изменится. Мы потом опять же подкорректируем. Сегодня я готовлю на одну порцию, поэтому много добавлять не буду. Вот все, что осталось, я верну на тарелку. Добавлю немножко огня. И жду, пока он начнет немножечко поджариваться, подрумяниваться и вот совсем чуть-чуть плавиться. Нам необходимо будет его перемешивать, чтобы сырок получился со всех сторон румяный. Так, вот он начинает шипеть. Дальше, что нам потребуется? Яйца, обычные куриные яйца. Конечно, если вы предпочитаете перепелиные, вы можете взять их. Будет тоже очень здорово, интересно смотреться. Сейчас зелень. Зелень можно использовать укроп, можно использовать петрушку сегодня. Петрушка. Я нарублю небольшое количество зелени. И, наверное, я возьму потом пару веточек, украсить сверху. Вот так. Переворачиваю. Вот, смотрите, как выглядит жареный сыр. Вот он, чуть-чуть подрумянивается. Аромат очень приятный и очень необычный. Кстати говоря, этот сыр я вообще до недавнего времени даже не знала, что можно пожарить. Я думала, что его можно употреблять только как закуску, но так как я очень люблю жареный сыр, любой сулугуни, твердые сыры, мягкие сыры, я решила попробовать. Конечно, эту идею я нашла на просторах интернета, но результат меня очень порадовал. Я решила поделиться с вами. Ну что, сыр уже подрумянился. Я его немножко вот повертела. Вот он, опять же, подрумянивается снизу. Я убавлю немножко огонь. И разбиваю яйца в серединку. Вот так. Вот здесь сделаю еще одну ячейку. То есть вы понимаете, да, по какому принципу мы будем готовить, если, например, берем перепелиные яйца. Там можно еще красочнее создать картину. Вот так. Чуть-чуть присолю буквально вот желточек, потому что сыр соленый. Теперь присыплю зеленью. И накрою крышечкой буквально на пару минуток, чтобы схватился белок. Желток необходимо оставить, естественно, в жидком виде. Сыр немножко поджарится снизу. И блюдо можно будет выкладывать на тарелочку. Итак, две минутки прошли. Возьму вот такую тарелочку по большим. Выключаю плиту. Наши блюда готовы. Я постараюсь аккуратно переложить блюдо на блюдо. Вот так. Украшу по краям зеленью. И вот мне хочется подать все-таки буквально с несколькими шпротинками. Если, конечно, у вас есть в запасах. Вот так. Я думаю, что любой мужчина оценит такой завтрак. И уйдет на работу в прекрасном настроении. Поцелую вас в щечку. И пожелав удачного, хорошего дня. Все. Достаточно. Друзья, завтрак готов. Я думаю, что мужчины будут в восторге. Любимый сыр. Соленый, с яичницей, со шпротами. Можно подать с кусочком бородинского хлеба. Можно подать с белым хлебом. Можно подать со вкусными хрустящими гренками. С чашечкой кофе. С сладким чаем. Здесь как вам больше нравится. Желаю вам приятного аппетита. И хорошего рабочего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова